Ребята, это бэкстэйдж Однажды в России, у нас новая пара, Давид, Денис. Здорово, мужики. Пара, прям. Ну, извините. Так, в общем, мужики, игра такая. Это викторина Однажды в России. Во-первых, хочется задать вопрос. Да, вы мужики, брат. Хочется задать вопрос, сколько вообще лет Однажды в России? 6. Так быстро сказал? Ну, подожди, начало 2014 год, правильно? 2014 год, правильно, да? Пилот был снят в 2013, там, в конце. Ну, получается, 8. Да. На 2. 8 лет, да? 8. Ну, то есть, да, я когда сейчас задаю вопросы, все-таки, да, господи. Хомяки столько не живут. Вопросы. Моей дочке 7. Реально. Это шоу старше моей дочки на год. Ну, блин, капец. Да, да, да. Это уже шоу идет во второй класс. По-идее. Круто? Через 2 года она курить начнет. Ну, если будет вести себя как я. Мужики, 5 вопросов. 5 вопросов, на которые нужно дать правильный ответ. Там будет 4 варианта ответа. Нужно просто выбрать один. Кто из звезд не актеров шоу не принимал участия в номерах Однажды в России? Витя Ака-47. Принимал. Скруджи. Принимал. Кристина Си. Нет, по-моему. Воданаева. Нет. Нет, Воданаева принимала. Когда? Я принимала. Че она принимала? Как его? Мы в номере были, где она приехала такая с инстаграм. Ну, давайте, надо ответить. Не обязательно одинаково. Вы каждый за себя отвечаете. Подожди. Воданаева, это которая? Это такая блогерша. Съебать, каким мнением. Да не она была. Да она Воданаева, Воданаева. Воданаева? Я прям точно помню. Зачем ты помогаешь? Зачем ты помогаешь? А вы на соревнования? Это, конечно. Вы сами за себя отвечаете. В третьей не было точно. Был точно не было. Был Заур и Оля. Вот ваша сейчас задача не ответить хуже Заура. Но ответить хуже Заура кажется, что невозможно. Потому что... А сейчас смотри. Ну хорошо, ладно. Так что? Синее было. Синее было. Си синее. Си синее. Си синее было. Си синее было. Море не было. Ладно, да, это правильно. Да это же легко. Это легко. Ну, мы поэтому с ним... Да, да. Потом киномер покажу. Я где был? Ну, ты дал в ПТС ему точно. Ну, ладно. На какой фильм была сделана первая пародия однажды в России? Первая. О, это тяжело. Это реально тяжело. Первые варианты? Поехали. Бонд. Дальше. Духлес. Не было вообще. А, было, было. Криминальное чтиво. Или Форсаж. Форсаж или Первый? Первый что ты сказал? Бонд. Джеймс Бонд. Духлес. Криминальное чтиво. Или Форсаж. Духлес что-то там, между прочим, где-то всплыл. Форсаж это где я был этим? А, нет. Форсаж это прям Форсаж был, да? Форсаж был... Или где? У нас несколько было Форсажей. Короче, я давай... Самое первое. Бонд. Бонд. Не поддакивай, скажи что-нибудь, скажи другое, если не согласен. Нет, хочу в команде с ним быть. Бонд, почему? Я тебе говорю, она такая самая очевидная, самая понятная. Азамат там был, я точно помню. Потому что Форсаж мы делали несколько, и я не помню. Он, может быть, тоже был первый, поэтому... Ну, мы можем в команде быть? Либо Форсаж, либо Бонд. Ну, что ты думаешь? Я думаю, вообще... Ну, вот возьмите разное. Возьмите разное. Блин, когда я беру разное, у всех вкусно, а у меня нет. Так что не надо. Ну, давай попробуем, давай попробуем. Я не помню даже номер Бонд. Форсаж я помню, а Бонд я не помню. Ну, Бонд Азамат там играл. И ты был этим его... Приходил, ты говорил, задание. Это тогда было вообще не первое. Это второй был Бонд. Мы снимали оба. Ну, столько номеров. Мы снимали два Бонда и два Форсажа. Давай Форсаж. Денис. Форсаж, первый Форсаж, мне кажется, был раньше. Денис. Я тоже Форсаж. Денис. Там, по-моему, был... Денис. Торетто... Денис, ответь сам за себя. Воробей был Торетто. Он был... Да, да, Форсаж. Да, Форсаж. В следующий раз, в следующий раз я сяду посередине, чтобы вот этого не было. Так, вариант какой? Мы не можем обсуждать. Бонд, Духлес, криминальный... Можете обсуждать, но... Криминальное чтиво. Помнишь, где у вас плечо все было? Это надо было под шашлык. А-а-а-а. Тогда давай Криминальное чтиво. Стол какой-то поставил еще родственника. Криминальное чтиво. Криминальное чтиво. Ответь другое. Я хочу быть с ним в команде. Возьми другое. Смысл разное. Форсаж. Форсаж. Ты криминальное чтиво, да? Криминальное чтиво. Хорошо. Правильный ответ. Форсаж. Бля. Просто специально меня... Я так и знал. Отлично. 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 Поздравляю. Я понял. Мне рукаву принесли, а там и ангелса был. Я сонял схему. Шикарно. Хорошо идем. А Вара с кем был? А? Вара с кем был? С Олей. А, там такая была? Один в один ситуация. То есть Оля сидела высчитывала. Так, смотри. То есть вот так, вот так, вот так, вот так. И Вара в конце говорил. Да, да, в натуре так. А, я понял. Давай. Но у Вары плохой счет. Я вам в конце скажу. Мы не записали, что ты сказал Криминальное чтиво. Так что с Криминами Форсаж. Переговори. Следующий вопрос. Сколько всего было номеров про мэра? Это флагманские номера, их надо знать. Варианты. Варианты. 98. Нет, возможно. 116. Дальше. 105. Дальше. 81. Ну это все в одном радиусе. Ну что вы выберете? Ну да. Ну давайте попробуем все перечислить. 116. 116. Да. А первое его? 98, 116, 105 и 81. Я 98 выбираю. 98, 116. Ну короче, ну 105. 105. Ну это невозможно отгадать. Да, я согласен. Ну да, это просто. Это тяжеловато. Но вот это можно. Надо любить эти номера. И считать эти номера. Так, тогда... Это с повторами 105? Не, ну с повторами там я не знаю сколько. Тысяч, наверное, 700. Миллиард. Лучшая шутка. Так, поехали. Про что была самая первая песня в эфире шоу «Однажды в России». Самая первая песня. Самая первая? Ну поговори. Просто как называется. Давай. Так, поехали. Выпускной. Дальше. Партийные. Партийные? Партийные. Ран. Ран? Ран. Бежать типа. Да-да-да, про «Толстую бегунью» эта песня была. И Сочи. Сочи? Ты сейчас выдумываешь? Нет, серьезно говорю. Реально. Сочи плевать. Ну как это плевать? Как это плевать? Потому что я это невозможно вспомнить, как с Нором. Выпускной. И не вычислишь ни хрена. Нет, я могу посчитать. Выпускной был недавно. Нет, выпускной, да, он был с Птахой. А песни начались еще с Макаром. Соответственно. С каким Макаром? А, с вашим? Вот таким вот Макаром. Каким Макаром? Со Славкой, да. Получается, Ран про «Толстую бегунью» была с Макаром точно. А Сочи я вот не помню. А партийные? А, партийные, что-то я помню. За сосок я взял. Партийные. Давай покрути, я вспомню. Настроил. Слушай. Я выбираю партийные. Я выбираю Ран. Правильный ответ. Партийные. Ес. Ес. Есть такая песня? Ну иногда надо его слушать. Вы довольны. Да. Сколько всего песен было исполнено? У меня. Ты исполняешь сейчас, брат. Ран, брат. Надо сказать. Надо сказать. Ну давай. 69. Мы синхронизировались. Я охренел вообще. 69, 105, 93 или 128? 69. Денис, после сотни 105 или 128? 103 же было. Не, не, 105. Тогда это все меняет. Тогда 105 как мэра. Или 128? Я просто посчитал, что песен точно меньше, чем мэров. Поэтому 69. 128. Сколько? 128. Ты, сука, подсказывал? Нет, я подсказывал. Я видел за своей спиной. За своей спиной мне подсказывал. Ну-ка, ну-ка. Хорошо. Ты мне, да? Всего песен, всего песен. Не написанных. 128. Ес! Сейчас. Счет получается 3-2 в пользу Дениса. Денис, поздравляем. Спасибо большое. Ровно столько же, сколько у Оли. Интересно, сколько у Заура. А она победила, да? Ноль у него? У него ноль, да. Он как-то умудрился повторять за Олей и ни разу не назвать правильный ответ. Подожди, как если он повторял за Олей, а у него два очка? Он вот два раза решил такой, типа, не, не буду за ней повторять, скажу, как я считаю. И два раза мимо это было. Ровно тогда, когда у Оли было не мимо. Ну, вы победили. Это должно вас как-то взбодрить, что ли? Спасибо, мужики. Пожалуйста. Есть что сказать? Смотрите «Однажды в России» и смотрите у меня. О, ребята, здорово. Вы здесь? Это бэкстейдж «Однажды в России». Если помните, мы играли в викторину по «Однажды в России», в которой проиграл Вара. И я попросил вас написать в комментарии наказание для него. И вы это сделали. И сейчас он это наказание исполнит вообще в лучшем виде. Вам очень понравится. Все, смотрим. Дорогие, уважаемые подписчики шоу «Однажды в России». Вы, конечно же, меня узнали, но я все равно представлюсь. Я Леонид Агутин. Вы должны были узнать меня вот по этому замечательному дорогому камину у меня дома. И вы видите, как классно разукрашен этот замечательный дорогой камин. Он по-новогоднему разукрашен. А это значит, что скоро Новый год. Я вам хочу пожелать, чтобы вы всегда оставались с самими собой. Стих. Хоп, хей. Ла-ла, лей. С Новым годом. Женщины с нами, а мужики, как говорится, подтянутся. Ну да. Не зря же мы кошки нас с собой притащили. Можно узнать, о чем шутят женщины. Я очень успешный стилист. Среди моих клиентов есть Леди Гага, Джонни Дэпп. А мы с Картунковой. Нет. Если их внимательно слушать. Ты не будешь никогда для всех хорошим. Быть счастливой не хочется. Для меня самое главное, чтобы никто не ограничил мою внутреннюю свободу. Очень эмоциональная программа. Женский клуб. С 14 ноября в 2 часа дня. Все женщины. Программа женская. А она тоже. Премьера на ДНТ. Продолжение следует.